Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет Юрмальский влог. Давно мы не были с вами в Юрмале, я знаю, что вы все ее любите, а я так вообще ее просто обожаю. Ну окей, может быть не все, но многие точно любят Юрмала. У нас в Латвии праздники, выходные пасхальные длинные. Я придумала, что нужно поехать в Юрмалу на ночь, в спа-гостиницу отдохнуть. Вроде как и поездка какая-то, потому что никуда в Европу не удалось вырваться сейчас на Пасху. В общем, будем отдыхать в гостинице Юрмала... Нет, не Юрмала спа, а в этот раз в Лилупе. Но первая остановка сегодня это Булдурский рыночек. Рынок в Булдуре, который после реконструкции открылся, мне кажется, в прошлом году. Давно здесь не была. В принципе, была только один раз. Так, едет поезд и очень громко сигналят. Была в этом рынке один раз, когда он открылся. Сейчас выходные, я думаю, что вообще удивлена, что он открыт. В общем, быстро зайду на рынок, посмотрю, как там обстоят дела и еду заселяться в гостиницу. Сегодня здесь пустенько, потому что выходной. Выходной. Людей нет и много-много ларьков закрыто. Некоторые только открыты, овощные. Различная заморозка, мясо, даже сырнички. Свежее мясо в Хартвик. Всякие разные пирожные. Здесь вот Пасха. Кексик пасхальный традиционный, творожный. Очень красивый, но они вкусные. Правда, мне кажется, они очень сладкие, насколько я помню. Здесь очень много всяких вкусных сухофруктов. Сушеная малинка, клубничка, всякие финики, манго. Купила бы все. Держусь, сдерживаюсь. Здесь еще делают пиццу справа. Свежие кокосы, уже готовые к употреблению. Раньше, я помню, покупали простые, сами там делали дырочку. А сейчас вот уже все продумано. Здесь у нас трубочка. 5 евро стоит такой кокос. Ну что, вот он наш дом на ближайшие 2 дня и 1 ночку. У меня уже есть видео из этой гостиницы. Я отдыхала здесь в прошлом летом в июне. Прикреплю в конце этого ролика. Здесь, конечно, самое классное отдыхать летом, потому что здесь есть открытый бассейн. А сейчас я вижу, что, к сожалению, даже у главного входа нет террасы. Обычно здесь кафе, террасы, какие-то качели. Можно классно сидеть летом отдыхать. Сейчас еще ничего нет. Хотя по температуре сегодня и завтра плюс 20 градусов. Это вообще небывалый просто случай в марте. Но я думаю, что все равно будет очень классный отдых. Здесь есть спа. Подсниму все равно, покажу, как сейчас все это выглядит. Ну и, конечно, вы можете пройти и посмотреть мой прошлогодний ролик летний. Оставлю его в конце. Так, сейчас мы сделаем чек-ин. Немножко рано приехала. Думаю, комната еще не готова. О, год почти здесь не была. Красота. Зона рецепции. Здесь только кожаная мебель. Не помню, был ли такой яркий ковер в прошлом году. Нужно посмотреть прошлое видео. И классный потолок. Такое дизайнерское решение. Мне нравится. И вуаля, мы заселились. Причем раньше времени. Друзья, мой вам совет, даже если заселение написано в 3, все равно приезжать. Вот мы приехали в полвторого, и комната уже была готова. Вот такой вот стандартный самый номер, самый бюджетный. И сейчас на акционной цене стоило 85 евро проживание с завтраком и со спа. Здесь, кстати, есть балкончик. Сейчас мы посмотрим. Давайте прям сразу на него и выйдем. Немножечко он такой обшарпе вот здесь вот внизу. Но вид все равно хороший на лес. Море не видно? Море у нас... Где у нас море? Море у нас, наверное, слева. Вот там вот за домами. На балконе есть столик, стулья. Сейчас, кстати, погода уже способствует посидеть на балконе. Так, в принципе, очень все базово, стандартно, но чистенько и очень-очень светло. Здесь у нас столик. Телефон, конечно же, не знаю, пользуется. Кто-то еще звонит, наверное, на рецепцию. Так, есть ли у нас здесь телевизор? Телевизор есть, встроен в стену напротив кровати. Так, идем дальше. Здесь у нас душ. Сейчас включу свет. Кстати, раньше здесь была система, когда карточку нужно было вставлять для света. А сейчас я смотрю просто выключатели. Полотенце есть. Кстати, не вижу еще халатов и тапочек не вижу. Это я, всем привет. И душевая кабина. Все очень чистенько. Зеркало такая классная подсветка. Прям блогерская. Можно делать мейкап. И увеличивающее зеркало огромное просто. Фен, конечно, простой. У меня с собой свой собственный. Так, а косметика у нас здесь дзинтерс. Есть у нас шампунь. Есть шаур, этот гель для душа. И крем для тела. Кондиционера нет. Я тоже всегда беру с собой кондиционер для волос. Потому что только шампунем мне не годится. Такое ощущение, что была какая-то реновация. Душ как будто новый. Я не помню такой, чтобы большая. Вот это была квадратная штука. Прям все такое свеженькое, новое. По ощущениям прям. Какие-то обновления были. И еще в ванной появилась вот такая классная электрическая сушилка. Это так удобно. Хоть и сушилка для купальников есть в спа. Все равно, если нужно что-то подсушить. Теперь здесь включается вот эта вот сушилка. Смотрите, как удобно. Температуру прибавляете, убавляете. Она нагревается. И вы сушите все, что вам нужно. Так что молодцы. Они какие-то новиночки прям подготовили к этому летнему сезону. Ну и плюс вот это вот зеркало с подсветкой. Мне кажется, тоже новое. И то, что свет больше не надо включать с помощью карточки. Так, у нас здесь есть шкаф с вешалками. А здесь, наверное, будут... Да, здесь у нас халаты и сейф. Два халатика есть. Все отлично. Холодильник. А здесь у нас что? Просто полки и пакет. Ну и большой бонус, конечно, всегда в номере. Это огромное зеркало в полный рост. Можно прям снимать аутфиты. Так что мне, в принципе, все здесь нравится всегда. Я уже не первый раз. Раз, наверное, третий, четвертый. Всегда приезжаю с удовольствием. Кстати, сейчас выкладывала свою воду. Хорошо, что взяла большую бутылку, еще фрукты мы взяли. Обнаружила, что здесь вообще нет воды, как комплимент. Обычно стоит маленькая бутылочка. И чайника здесь тоже нет. Так что имейте в виду, в базовом, самом бюджетном номере не будет ни воды, ни чайника. Обязательно берите с собой воду. Сейчас где-то полтретьего. Самое такое время обеденное. Так что ищем, где нам приземлиться, где пообедать. Вообще в Булдуре не так много мест. Здесь есть грузинский ресторан. Вот не помню, по-моему, так он и называется? Хачапури? Нет, нет, Халепапа. Халепапа грузинский. И дальше есть еще две кафешки, ресторан. Не буду скрывать, хочется сесть на террасе. Внутри вообще не представляю, как сидеть. 20 градусов надо наслаждаться. Такого марта, конечно, еще не было. Я уже издалека вижу, что на террасе мест, к сожалению, нет. Все хотят на солнышке. Ну, посмотрим, может быть, освободится столик. Друзья, место на террасе найдено. Просто шикарно, причем в любимом кафе Choice. Обед практически как в лидо. Пюре и котлета, только цена в раза в четыре больше. И салат свекольный. Так, но кофе все равно требуется. Пюрешка или котлетка, неважно. Все равно хочется кофе с чем-то вкусненьким. Поэтому здесь еще такие микро булочки. Капучино отличный. Просто выглядит пеночка такая. Все, как я люблю. В общем, я обалдею. Летний день. Летний день в марте это что-то. Я не могу просто успокоиться. Счастье. На море сегодня полный штиль. Видно меня, мою тень. Полный штиль. Люди гуляют. Чайки крякают. Солнышко пригревает. В общем, все происходит. В общем, все происходит. Всегда, если я в Булдуре, после моря прогуливаю. По лесу здесь очень обустроены дорожки в лесу. Как сделан такой парк. По тропинкам очень много людей прогуливается всегда. И вот такая классная здесь камушками выложена тоже дорога. Ну, как дорога, тротуар. Очень красиво выглядит. С видом на шикарную виллу. Когда-то эта вилла принадлежала одному из наших известных банкиров. Я не знаю, принадлежит она сейчас ему или нет. Продолжение следует. Мы сходили на один час где-то в спа. Учитывая, что сегодня праздничный день, выходные. Было достаточно много людей. Но не так страшно. Поплавала в бассейне. Сходила в пару банек. Контрастный душ. В общем, где-то час провела. Сейчас уже вечер. Мы поужинали. И просто отдыхаем в лобби-баре. Здесь вот такой вот бар. Мягкая мебель. Кстати, впереди выход к открытому бассейну. Давайте подойдем. Сейчас, конечно, там нет бассейна. Вот здесь, видите, посередине. Не знаю, видно или нет. Посередине пустой бассейн. Обычно летом здесь шезлонги. Вот опять же, если посмотрите мое прошлое видео. Очень классно. Это такой бонус у этого отеля. Вечерний чай. Ромашечка. Всем доброе утро, друзья. На часах у нас 8.05. Я уже проснулась и иду в спа поплавать, скажем так, в одиночестве. Надеюсь, что сегодня, учитывая, что праздник, никого не будет особо в 8 утра. Хотя, таких же, как я, тоже могут быть. О, красота. Никого. Вот так выглядят раздевалки здесь довольно скромно. Но главное, что есть сушилка для купальника. Это очень важно. Ну что, с утречка я сразу в бассейн прохладный. Несколько человек уже плавают. Но все равно, конечно, поспокойней. 28 градусов в бассейне. Здесь по краю идут гидромассажные всякие такие струи. Можно массажик хорошо сделать. Даже с утра есть люди. Конечно, спа здесь скромненький. Один большой бассейн. Там сбоку джакузи. Лежаки. И вот здесь по краю гидромассаж. Но если выбирать спа в Юрмале, спа гостиница, у меня есть видео. Конечно, круче. И здесь еще всего две баньки. Надеюсь, меня слышно. Вообще, для новых зрителей я сделала плейлист и отдельный Юрмала. Там есть обзор гостиницы Юрмала Спа. И есть обзор вот этой гостиницы летом. Можете посмотреть. Я теперь поняла, что Юрмала Спа мне нравится намного больше. Здесь зона баньки. Души. Можно ведро тоже на себя вылить. Но реально я сейчас поняла, что в следующий раз я еще раз хочу поехать в Юрмала Спа. В эту гостиницу лучше приезжать летом, когда открытый бассейн доступен. А зимой, весной, осенью однозначно Юрмала Спа. А здесь зона контрастный душ. По кругу вот так вот идете. Горячий, холодный, тропический. Выходим на утренний балкончик. Свежайший воздух. Поют птицы. Невероятно хорошо. В Спа было на удивление много людей. Где-то человек 20. Уже с 8 утра там плавали и баньки были заняты. В общем, я пробыла в Спа минут 40 максимум. Сейчас собираюсь уже на завтрак. В этот раз я даже взяла с собой патчи под глаза. Сейчас буду делать свою бьюти-процедуру. Кстати, в этот раз здесь было очень жарко спать. Почему-то кондиционер невозможно было установить. Все время держалась температура 24 градуса. И даже открытый балкон как-то не особо помог. Поэтому хорошо, что я взяла патчи. И даже взяла свой любимый массажер для лица. Может быть, стоит даже сделать массаж лица. Немножко убрать отеки. Вот этот гель я недавно купила. Хорошо, кстати, на него делается массаж. Приятный такой, освежающий. Вообще, вот это моя дорожная косметичка на 2 дня и 1 ночь. Ничего особенного. Самый базовый крем дома был. Здесь как раз допользую. Выброшу банку. Патчи, тональник. Всегда беру какой-то с собой обруч, чтобы можно было покомфортнее убрать волосы с лица. Короче, небольшая косметичка. Все самое необходимое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Здесь появились разные сиропы. Раньше не было. Ореховый, амаретто, молоко соевое есть. Ну что, ну что, самый долгожданный момент в каждом пребывании в гостинице – это завтрак после спа. Особенно приятно позавтракать. Набор здесь стандартный. Яичница, кстати, только один вариант. И вареные яйца еще были. Овощи, рыбка, сыр, ветчина, мюсли – все по стандарту. Еще блинчики. У меня потом будут блинчики на десерт. Кофеек, конечно же. И круассан с маслом. Это вообще отдельная песня. Так, на десерт у меня блинчики, как я и думала. Здесь простой пышный блинчик. Можно брать разные наполнения. Там есть варенье, ореховое масло, нутелла. В общем, все, что хотите. А вот эти тонкие блинчики, они уже идут с джемом, с каким-то ягодным вареньем. Раньше здесь еще были сырочки творожные. Сейчас как-то не увидела в этот раз. Зато появились вот эти тонкие блинчики. Кстати, как вариант более полезного десерта, здесь можно взять творог и разные-разные тоже топпинги, сухофрукты. Вместо блинчиков, по идее, можно было бы так позавтракать. Ну что, чек-аут я сделала. У меня с собой вот такая одна сумочка была. В общем, спа-уикенд мы заканчиваем. Шикарно отдохнули, как всегда. Спасибо гостинице Лейлупе. Великолепно провели время. В общем, взбодрились, надышались воздухом. Класс! Сейчас еще погуляем немножко мимо красивых домов. Не знаю, выйдем ли на море или нет. Но воздухом еще хочется морским надышаться. Кстати, важный момент. Здесь платная парковка. Вот такой жетончик выдается 5 евро в сутки. Сейчас нужно будет жетончик бросить в специальный аппарат. И тогда мы выйдем. Я почему-то думала, что вне сезон паркинг бесплатный. Но нет, 5 евро. Вон, что-то нужно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Игорь Негода Валентина Каждый раз после возвращения из Юрмала я проезжаю торговый центр Спица на пути в Ригу и всегда заезжаю посмотреть, что новенького появилось. Сейчас я зашла в H&M. Здесь все такое бело-голубое, как я люблю. Прям приятно смотреть. Очень хорошие голубые джинсы, прям супер. Сидят на манекене, хорошо хотела сказать. Цвет прям бомбический, светло-голубой. Такая нежнейшая блуза. Что-то под низ, конечно, нужно надевать. Очень много вот таких легких воздушных вещей. И еще мне понравился вот этот костюм. Он тоже светло-голубой. Сейчас же модно, чтобы все было до ним. И низ, и вверх. Классные джинсы. Внизу они вот так вот подворачиваются. Здесь полоска. Причем джинсы со стрелкой. Это так необычно. Светлые-светлые. И к ним идет вот такая курточка укороченная. Ну или не очень укороченная. Нет, наверное, стандартная. Класс. Вот такой вот костюм. Джинсы стоят у нас 50 евро. А куртка? Куртка стоит 30-80 евро за весь костюм. И еще есть юбки. Тоже светло-голубые. Если кто-то ищет себе джинсовую юбку светлую. Длина Макси. Разрез сзади. Написано, что она мягкая, как перышко. Супер мягкий доним. 35 евро стоит это перышко. Ну да, оно такое мягкое, приятное. Какое-то новое платье в стиле Шанель. Голубое. С карманами и пуговичками. Металлические такие, под серебро. Ну и, конечно, эти жакеты. Но этот такой очень укороченный. Я на него сейчас посмотрела. Подумала, может, мне надо. Но он прям такой укороченный. Какой-то маленький совсем. Ладно, в принципе, по магазинам одежды я не планировала сегодня ходить. Мне нужно зайти в Юск. Так что в H&M не буду задерживаться. Вот сейчас модно, кстати, вот такие тоже двойные топы. Как будто две майки надеты. Это сейчас прям актуально. Ну что, друзья, на этом, я думаю, я буду заканчивать свой влог. Я сейчас в магазине Юск. Мне нужно посмотреть какие-то корзиночки вот такие для организации, для дома. Если что-то куплю, обязательно покажу в одном из следующих видео. Так что увидимся с вами совсем скоро. Всем огромное спасибо за просмотр. Как всегда, встречаемся в комментариях. И всем пока.